Всем привет! И для начала отличная новость. Я запускаю альфа-тестирование своей игры в духе SCP Foundation. Ссылка в описании. Игра мобильная. Если вы из будущего, то вы можете в ссылке по описании найти бесплатную игру по SCP Foundation. Объект номер SCP-1498. Класс объекта Евклит. Особые условия содержания. Все экземпляры SCP содержатся в стандартных камерах содержания зоны 77. На готове всегда должен быть один техник, готовый ответить на любые поступающие на SCP вызовы. Стенограммы всех вызовов хранятся в архиве неаномальных записей зоны 77. Любой сотрудник, увлеченный в использование SCP, помещается на карантин, на срок 2 месяца или до проявления признаков заражения SCP. Субъекты, имеющие признаки заражения, обозначаются как экземпляр SCP-1498-1 и помещаются на такое же содержание, как и прочие SCP-1498. Описание. SCP-1498 представляют собой конструкции из 30 автономных пучков телефонных кабелей и трубок, собранных таким образом, что они напоминают овец. Особи SCP-1498 способны к движению и бесцельно блуждают по камере их содержания. На каждом экземпляре напечатаны слова «Создавайте свои собственные фантастические видения с вашими друзьями из коллектива Анир». Если разумный субъект пытается использовать одну из телефонных трубок, находящихся на SCP-1498, он слышит три гудка вызова, а затем голос, называющий себя оператором коллектива Анир. Этот голос инструктирует субъекта по поводу различных опций настройки с нами, предлагает активировать процесс сна. По завершении этого вызова субъект теряет сознание на 9 часов. Когда субъект приходит в сознание, он утверждает, что видел сон, точь-точь соответствующий заданным им спецификациям. Субъекты могут выражать желание продолжить использование услуг SCP-1498, иногда пытаясь воспользоваться ими незамедлительно. Ниже приведена стенограмма с описанием субъектов своих переживаний под влиянием SCP-1498. D-4560. После воздействия SCP-1498. Я сидел в этой же комнате, только это была не комната, потому что стены были наклонные, потому что все это было как яйцо, с зелеными обоями. И не совсем зелеными, просто немного зеленого там-сям. Короче, я был прямо в середине, сидя на земле. То есть не сидел, просто снизу меня что-то поддерживало. Именно тогда я понял, что я на самом деле стол. Как те ребята из того непонятного овцефона мне говорили, из-за мной сидели люди, ели, с виду старые, может быть из 50-х, с красными лицами. А потом мы наконец вылупились, и я проснулся. Субъекты, неоднократно подвергавшиеся воздействию SCP-1498, могут начать претерпевать изменения физического и психического состояния. Они выражают желание спать как можно чаще, предпочитая по возможности использовать SCP. Во время сна части черепа субъекта заменяются частями телефона, как у ОСП и SCP. В том числе, субъект отхаркивает телефонную трубку, кабель которой уходит в его пищевод. Вместо волос начинают расти телефонные провода. В ушах субъекта появляются звонковые устройства от дисковых телефонов, которые могут начать непрерывно звонить. Вокализации заменяются тональным сигналом. В конце концов, из всех компонентов, выросших в теле субъекта и внутри него, на его голове образуется дисковый телефон. Субъект проявляет такое же поведение, как у ОСП и SCP, и с этого времени обозначается как SCP-1498-1. По состоянию на 19.08.2012 попытки восстановить интеллект экземпляра SCP-1498-1 не удались. SCP был изъят 18.09.1965 из заброшенного офисного комплекса в Майами, штат Флорида, США. Когда сообщения о странном скоте достигли местных активистов фонда. Когда агенты фонда вошли в здание, они обнаружили экземпляры SCP. Один спальный мешок, примерно полтоны компонентов панорамных смотровых труб и около литра крови группы А-Б в стеклянной банке. Кроме того, в скатке постельных принадлежностей был найден один пижамный комплект А-НИС, сильно изношенный. Тестирование показало, что ткань несколько месяцев пропитывалась потом и маслами для тела. По состоянию на 14.11.1965 SCP был классифицирован как Евклид. Сноски. Предположительно, организация АНИР имеет отношение также к SCP-2028 и SCP-2805. КОНЕЦ